Парламентские вести на телеканале России. С вами Дмитрий Фторов. Добрый день. Ближайшие 15 минут. Самое интересное о том, как работает Государственный Совет и чем живут народные избранники. Сегодня мы увидим. Куда ушли миллионы? Счетная палата республики в парламенте отчиталась о проверках за прошлый год. Вакансий по-прежнему больше, чем тех, кто нуждается в работе. Фарид Мухаммедшин принял участие в коллегии Минсоцтруда. Перестановки в корпусе глав. Кто будет руководить Дрожжановским районом? Парламентарии республики на минувшей неделе собирались на 37-е заседание Государственного Совета. Рассмотреть предстояло около 30 вопросов. В центральной теме стал отчет счетной палаты за прошлый год. Аудиторы главного контрольного органа республики озвучили цифры и проанализировали эффективность использования бюджетных средств. Кроме того, народные избранники скорректировали параметры казны этого года, утвердили членов квалификационной коллегии судьи Татарстана и начали рассмотрение кодекса муниципальной службы. Из расходованные средства республиканского бюджета направлены на приобретение энергоресурсов в общие суммы. Аудиторы счетной палаты за прошлый год выявили нарушения при расходовании бюджетных средств более чем на 3 миллиарда рублей. 2,5 миллиарда удалось вернуть в казну. Десятки представлений вынесены министерством, ведомством и муниципальным образованием. Выявились вопиющие факты. 175 миллионов рублей потрачены неэффективно во время строительства новых станций метро. И таких примеров немало. По заслугам виновные получили незамедлительно наказанные высокие чиновники Миноборнауки, ответственные за несвоевременную доставку учебников в школы республики накануне учебного года. А на некоторых, кто проворовался в сфере ЖКХ и снабжения, и вовсе заведены уголовные дела. Наиболее такие объемные нарушения. Как они, кто снят с должности? Такие большие нарушения. Решением Советского районного суда по итогам нашей проверки признан виновным в совершении преступления и осужден, приговорен к одному году лишения свободы, бывший директор детско-юношеской спортивной школы по конному спорту Обросимов. При проведенной проверке совместно с прокуратурой мы проверяли в московском Приволжском районе выявлены факты вообще невыполнения работы по капремонту. Вот назову, подрядная организация получила деньги в виде аванса, а работа не выполнена. Могу даже назвать это ООО «Перспективы строй». В отношении его руководителя также возбуждено уголовное дело. Парламентарии обратили внимание на дискуссии в ходе принятия бюджета. Некоторые считают, что кабинет министров ежегодно занижает предполагаемые доходы, которые в итоге оказываются намного больше первоначальных цифр. Меры этой необходимые, считает Алексей Демидов, все дополнительные доходы распределяются решением парламента. Как говорится, Всевышнего не надо гневить. И год такой удачный оказался. Всё-таки запланировано 100, а баррель в среднем получил 110 долларов. Это всем радоваться надо. Только налог на прибыль увеличился почти на 16 миллиардов рублей. Второй момент. Когда закон принимается по регионам, Россия пока долго запрягает, как говорится, по регионам эти затраты не разнесены. Поэтому у нас сразу огромные суммы в доходную часть бюджета уже в течение года увеличиваются. Как руководитель счётной палаты должен сказать, что четыре раза вносились изменения в бюджет, но нарушения закона бюджетного законодательства не было. Все средства расходаны с разрешения парламента. А раньше у нас такой грешок был. Поэтому все правительство вносило вовремя. И депутаты все средства, которые поступили дополнительно, как бы добро давали правительству на расходы. Среди приоритетных планов на год наступивший контроль сферы жилищно-коммунального хозяйства и комплексная проверка предприятий агропромышленного комплекса. Зампредседателя Госкомитета по тарифам Лилия Борисова выступила с докладом о ситуации с тарифами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Говоря о формировании цен на газ и электротеплоснабжение, она отметила, что при проведении тарифной кампании Государственный комитет по тарифам руководствуется сценарными условиями развития экономики страны. Среди основных тарифообразующих параметров были выделены уровень оплаты труда и уровень стоимости топливно-энергетических ресурсов, которые необходимы для производства тепла, электроэнергии и подачи воды. И все повышения тарифов на 2013 год только будут с 1 июля 2013 года. То есть один раз в году до принятия финансового и начала финансового года они были утверждены все в ноябре-декабре месяца. Итак, тариф для населения на газовую составляющую, это будет с ростом 15% в размере 4 рубля 61 копейка. Что касается услуг в сфере электроснабжения, то здесь также это федеральное законодательство и постановление правительства Российской Федерации, которое четко регламентирует порядок тарифообразования. Практически не прекращается поиск решений проблем с тарифами в целом с обслуживанием жилищно-коммунальными услугами населения. Это одно из таких болезненных тем не только для Татарстана, в целом по Российской Федерации. Я думаю, в ближайшие формы по предложениям фракции «Единая Россия» и круглого стола, который провела КПРФ, эти документы мы передадим правительству. Разумное реально возможно использовать для того, чтобы минимизировать количество обращений и напряжений в обществе по этим вопросам. Непростая ситуация на бензиновом рынке. Речь не о ценах на ГСМ, а о качестве бензина. Проверка, проведенная в конце прошлого года, показала, и в столице, и на междугородних трассах есть автозаправки, где наливают топливо сомнительного качества. Поэтому наказание за такие правонарушения необходимо ужесточить. Мы предлагаем за совершение повторной заправки некачественного бензина привлекать их к ответственности. А то это получается так, заправился, никто не обратился, пришли, выявили, ему штраф выписали и все, на этом успокоились. Никто ничего дальше с ним не может делать. Вот и мы предлагаем, чтобы можно было приостановить его деятельность, мы предлагаем, чтобы за повторное совершение штрафа большие были. Но в то же время, вы помните, наверное, знаете о том, что если ущерб нанесен человеку на сумму более 250 тысяч рублей, в этом случае его можно привлечь к уголу. Но ответственность сети должна слиться, которые заправляют. Квалификационные коллеги судей, Республика Тарстан. Депутаты утвердили членов квалификационной коллегии судей, начали рассматривать принципиально новый документ Кодекс муниципальной службы. Он вобрал в себя сразу несколько законов, касающихся местного самоправления. Кроме того, в центре внимания народных избранников оказался ряд бюджетных вопросов. В частности, Тарстану позволено отложить выплату кредитов, взятых на проведение универсиады и ликвидацию последствий засухи. Почти 67 миллиардов рублей Республика будет выплачивать с 2023 по 2032 годы. И то процентная ставка за пользование средствами федерального бюджета составит всего полпроцента. Депутаты отразили соответствующее решение в отдельном республиканском законе. Те, кто длительное время не может определиться с местной работой, нужно поставить в более жесткие условия. На коллегии Министерства труда занято сей социальной защитой. Речь шла о том, как за год изменился уровень жизни татарстанцев о безработице, о профессиональном образовании и социальной поддержке небогатых. И, конечно же, о планах. Некоторые подробности у моей коллеги Инны Даниловой. Уровень безработицы ниже, чем в целом по России и составляет чуть более процента. Но, тем не менее, он выше до кризисного. Хотя вакансий больше, чем людей, нуждающихся в работе. А потому председатель Госсовета Татарстана Парит Мухаммедшин предложил поставить тех безработных, что долго не могут определиться с выбором работы, в более жесткие условия. Стоящим на этом фонде человеку мы обязаны предложить работу одну, предложить другую работу, предложить ему возможность переучиться на ту специальность, которая имеется по вакансии. Он за это делается за счет государства. Если после этого он на ежедневенчестве находится в этом фонде, то его надо просто исключить из этого фонда. Главный аргумент тех, кто стоит на учете в Центре труда и занятости, то, что многие вакансии с низкими зарплатами. Над этим в республике обещают работать. Вузы и предприятия как бы существуют в разных измерениях. На рынке труда дефицит одних специалистов, а учебные заведения упорно выпускают тех, которые не нужны. Это также вопрос, который должен быть направлен к самим студентам и к их родителям. Почему? Потому что образование не дают, образование берут. За последние годы мы серьезную подвижку сделали к тому, чтобы количество специалистов, которые готовят, особенно на уровне НПО и СПО, подвинулось к этому идеалу. И вот те цифры, которые я приводил, что у нас только 8,7% не устроились по специальности. Мы считаем, что это очень хороший результат. Кадровые перестановки в корпусе глав. Тимур Нагуманов, более 5 лет возглавлявший Дрожановский район, назначен уполномоченным при президенте республики по защите прав предпринимателей. Исполнять обязанности главы Дрожановского исполкома отныне будет Александр Шадриков. Кроме того, на минувшей неделе Фарид Мухамедшин в прямом эфире общался со слушателями радио ГТРК «Татарстан», а в парламенте вновь озаботились тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Коротко важным расскажет моя коллега Екатерина Кудинова. На внеочередном заседании Совета Дрожановского района депутаты муниципалитета утвердили Александра Шадрикова в качестве исполняющего обязанности руководителя исполкома. Тимур Нагуманов поблагодарил коллег за совместную работу и руководство республики за оказываемую району поддержку. Мы всегда это действительно знаем, чувствовали, мы всегда были уверены, что руководство республики никогда нас не оставит с нашими проблемами наедине. Я не берусь судить, хорошо я работал здесь или плохо, но тем не менее, раз оценка руководства республики, президента Ильдар Шавкадыча мне предложили новую работу в городе Казани. Естественно, я принял это с радостью. Хочу попросить прощения, может быть, я кого-то из вас обидел за время работы, но вы прекрасно знаете, что у главы работа не только быть хорошим для всех, иногда нужно быть и плохим, плохим по работе, плохим по делу. Иногда надо ругать, иногда надо, скажем, ставить на вид некоторые вопросы и так далее, чтобы в принципе достигать общих целей. В Татарстане могут возродить практику распределения выпускников вузов. Сейчас в парламенте республики обсуждают законы об образовании. Впрочем, отрабатывать на село поедут не все. Об образовании, о гимне Татарстана, о проблемах в ЖКХ говорили на минувшей неделе на радио Татарстана. Гостем студии был председатель госсовета Фарид Мухамедшин. Ремонтировали школы, строили сельские клубы и ФАПы. Радиоэфир Фарид Мухамедшин начал с подведения итогов прошлого года. Кроме того, немало времени посвятили обсуждению нового закона об образовании. Сельские школы закрывать теперь не будут. Даже если учится в них всего один ученик. Отныне ни одну школу, начиная с этого года, никто, никакой министр образования, никакое правительство закрыть не может без согласия жителей села. Решатый вопрос с кадрами парламентарий Татарстана, предложили возродить распределение. Отрабатывать должны будут студенты-бюджетники. На начало учебного года мы будем спрашивать Иванов, Петров, Сидоров. Скажите, пожалуйста, вы на платную основу собираетесь идти учиться? Или на бесплатную? За счет средств жителей республики. Если на бесплатную, мы хотим вас обременение сделать. Депутаты парламента от фракции КПРФ провели пресс-конференцию на тему ЖКХ. Каждый день к ним обращаются люди, возмущенные цифрами за общедомовые нужды. Коммунисты рассказали о результатах собственной проверки. Оценили Лениногорск, где плату за лифт и вывоз мусора берут в зависимости от количества проживающих, а не квадратных метров. Но так не везде. По некоторым виткам, к которым я обратил внимание, ады превышает даже потребление воды непосредственно. Особенно это касается пенсионеров, которые живут от них. Как будто кто-то поливает на улице или цветочницы, или тротуар, или моет свои машины. У многих АДМ по электронике превышает полтора-два раза расход в квартире. Как будто у нас под дизой горят такие многокиловаттные лампочки, или такие прожектора. Депутаты от «Справедливой России» на минувшей неделе затронули проблемы молодежной политики. Активисты различных инициативных групп встретились за круглым столом в Госдуме. Первым к участникам встречи обратился член фракции «Справедливая Россия» Александр Агеев. Он призвал молодых людей уже в начале жизненного пути ставить перед собой максимальные задачи, поскольку именно большие цели создают у молодого человека мотивацию успешно решать текущие вопросы. Александр Агеев рассказал о том, какие возможности для реализации собственных идей дает работа большой парламентской партии, которая является «Справедливая Россия». Либерал-демократы предлагают ужесточить наказание за агрессивное вождение. Депутат фракции ЛДПР Александр Старовойтов считает, что одним из факторов большого количества ДТП является нарушение правил маневрирования. Действующие в настоящий момент санкции составляют всего 100 рублей. В предлагаемом законопроекте штраф возрастет за агрессивную езду в 10 раз. Ранее Госдума уже отклоняла этот законопроект, так как в правилах дорожного движения отсутствует определение таких понятий, как опасное маневрирование, опасное перестроение, опасное приближение к впереди идущему транспортному средству, резкое торможение, совершаемое после резкого ускорения и движение в непосредственной близости, составляющих агрессивный метод вождения. Между тем, ежегодно в Российской Федерации в результате ДТП погибает около 30 тысяч человек и свыше 250 тысяч получают травмы разной степени тяжести. Увеличение штрафа усилит ответственность и обеспечит профилактическое воздействие, уверены либерал-демократы. Они сумели возродить утерянные обычаи и стали символом фольклора в республике. В Доме дружбы народов Татарстана прошел юбилейный концерт русского фольклорно-этнографического ансамбля «Коледа». В этом году прославленному коллективу исполнилось 20 лет. Поздравить артистов пришли парламентарии, представители аппарата президента, руководители Казанского государственного университета культуры и искусств, преподаватели, мастера сцены и многочисленные друзья. Народное искусство – это жизнь народа. И поэтому даже молодежь, я в ВУЗе работаю, они цепляются за это, потому что это наши корни. А за корни надо цепляться. О главном событии парламентской жизни, что предстоят в ближайшие дни, расскажем ровно через неделю. Не пропустите парламентские веси. С вами был Дмитрий Фтуров. До встречи на канале «Россия и Вестях Татарстана» сегодня в 14 часов 30 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова